Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать самые обычные носочки на 5 спицах. При этом можно связать точно такие же носочки на 2 спицах. Набираете изначально на 2 кромочные петли больше и вяжете поворотными рядами. При этом все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Я связала обычные носочки с прямой пяткой на мальчика с размером ножки 30. То есть по длине стопа около 19 см. Я всегда рекомендую вязать носочки короче на пару сантиметров. Почему? Потому что носочек вязаный и он достаточно хорошо ложится по ножке и тянется. Плюс еще он немножечко потянется после тепловой обработки. Соответственно, чтобы не получился размер больше, то я рекомендую всегда на пару сантиметров делать короче. При этом на ножку он садит отлично. Я покажу на данном примере. У меня получается по ширине здесь 8 см. По длине 17 см. При том, что я вязала на 30 размер, который равен 19 см длина стопы. И в принципе можно такие носочки связать на размер побольше. Соответственно, если, к примеру, вы будете вязать до 33 размера, то здесь, когда я буду говорить набирать, допустим, по 6 петелек, то набираете, которое изначальное количество у вас было. То есть чтобы вот эта часть у вас была равна вот этой. То есть мы сделали на 30 размер, немножечко судили. Для того, чтобы здесь хорошо ребенка ножка садилась, не было слишком узко. А здесь точно так же, чтобы хорошо садилась и не было слишком широко. Поэтому я здесь делала уменьшение небольшое, которое можно не делать. При этом вяжете длину на пару сантиметров длиннее, к примеру. Вот. И получаете нужный размер 33. Вот. Если же наоборот меньше, то, соответственно, вяжете все то же самое, но можете связать короче. Вот. Точно так же здесь, в принципе, варьировать вот эту, вот эту, скажем, ширину, количество петель здесь можно от 20 где-то седьмого до 33. В принципе, длина вот эта и резиночки, и ширина хорошо сядет на ножку. Я люблю носочки подлиннее детские, потому что обычно их надевают на колготки, чтобы пяточка не соскальзывала. Я всегда рекомендую делать резиночку пошире, соответственно, носочек повыше, от пяточки до, скажем, вот этой длины. Ну и в то же время, чтобы не получался гольфик, не стоит его делать слишком длинным, широким. Вот. И, конечно же, если вы вяжете на пяти спицах, как я, то максимально затягивайте начальные петли на каждой спице, для того, чтобы не было никаких вот этих разделительных полосочек, которые обычно появляются. То есть у вас получатся вот такие вот четыре полоски, вот чтобы их не было. Вот. Если же будете вязать поворотными рядами, то на две кромочные больше набираете, и затем просто сошьете на внутренней стороне. Вот. Уже есть на моем канале видео, как вязать на двух спицах поворотными рядами носочки. Можете, отталкиваясь на тот мастер-класс, посмотреть, как мы набирали здесь петли, какое количество вы вязывали, и в итоге у вас получится детский размерчик. Я постараюсь максимально подробнее объяснить, как, где и что мы вяжем. Вот. Не забудьте лайкнуть мне за видео и присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Вязать я буду пряжей фирмы Valencia. Серия называется Jasmin. Это классическая пряжа. Здесь 100 граммов, 250 метров. В состав входит 50% мереносовой шерсти и 50% акрила. Чулочными спицами номер 3. Также нам понадобится одна булавочка, либо маркер, для того, чтобы отметить начало ряда. И вспомогательные инструменты, либо же крючок, либо иголочка. Это в зависимости от того, чем вам удобнее будет прятать краешки ниточек и собирать петли после окончания работы. Для данного размера я буду набирать 42 петельки, плюс одну петлю для замыкания вязания в круг. Она у нас затем при замыкании сократится и останется нужное количество 42 петли. Начальные две петли я набираю на одну спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. И нам их будет четко потом видно при замыкании вязания в круг. Затем набираю еще самым обычным способом 40 петель. И, как вы помните, одну петлю лишнюю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Для удобства я буду набирать на две пары спиц, для того, чтобы потом мне было удобнее рассоединить на 4 спицы общее количество петель. После того, как набрали нужное количество петель, теперь делим на 4 спицы, распределяя равномерно. Хотите, можете считать, хотите, при вязании первого ряда потом рассчитаем. Итак, первые две пары я рассоединила и теперь вторую пару я рассоединяю на две спицы. Вот так распределили я пока не пересчитывая петельки, распределила на 4 приблизительные части. У меня получается не перекрученная наборочная косичка, обратите внимание. И сейчас мы берем в руки первую и четвертую спицу, на которой начальные и конечные набранные петельки. Подтягиваем петли к краю спиц. У нас вот здесь вот сверху вот такой коротенький хвостик ниточки наборочной. И снизу идет рабочая нить до мотка. Теперь, смотрите, нам нужно вот эту лишнюю одну петлю спустить между первой и второй набранной петелькой. Вот сюда. Сейчас петли у меня хорошо видны, так как я набирала на одну спицу. Переношу первую набранную петлю к последней. Затем последнюю перекидываю на первую и спускаю полностью с работы между первой и второй петлей вот эту лишнюю петельку. Далее возвращаю обратно петлю на левую спицу. Подтягиваю петли. И теперь коротенький краешек ниточки тяну на себя. Рабочую нить от мотка от себя. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы должны затянуть ниточку. И теперь для того, чтобы нам спрятать вот этот хвостик, я провяжу начальные несколько петелек ниточками в два сложения. То есть вот этим хвостиком и рабочей нитью вместе. Берем пятую рабочую спицу и начинаем вязать первый ряд. Сейчас также для удобства я предлагаю вам вот сюда между первой и четвертой спицей одеть маркер, либо булавочку для того, чтобы отметить начало ряда. И мы будем знать, что здесь заканчивается и начинается каждый последующий ряд. И начинаем формировать в первом ряду резиночку один на один. То есть чередуем лицевая петля, первая, далее изнаночная петля, вторая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав 6 петель, я бросаю вот этот хвостик и дальше продолжаю чередовать. Лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Также я всегда рекомендую, чтобы у вас при распределении петелек всегда спица начиналась с лицевой петли, а заканчивалась изнаночной. Вот у меня сейчас одна лишняя петля, я ее переношу на следующую спицу. Теперь рассказываю, для чего это. При вязании на чулочных спицах у нас получаются такие вот разделительные полосы. Вот чтобы их не было, есть два способа вязания. Это первое, чтобы при вязании резиночки первая петля была лицевой, последняя изнаночной, это касаемо каждой из четырех спиц. При вязании лицевой глади, каждую первую петлю с каждой спицы нам нужно хорошо подтягивать. Первую можете и вторую тоже, то есть для того, чтобы не было этих разделительных растянутых полосочек на протяжении всего вязания носочка. Снова начинаем с лицевой петли, далее чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь у нас на этой спице все хорошо, поэтому продолжаем дальше. И начинаем со следующей спицы, также с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так распределяем резиночку 1 на 1 петельки первого ряда, до тех пор, пока не дойдем до булавочки. Вот она у меня осталась, одна лишняя петля после изнаночной. Как бы уже лицевая по чередованию, я ее переношу на следующую спицу. И снова начинаю с лицевой. Если у вас в конце первого ряда изнаночная петля, то значит распределили вы все правильно. И продолжаем вязать следующий ряд. Каждый последующий ряд вяжется аналогично первому. Над лицевой петлей мы вяжем лицевую петлю. При этом первые несколько петелек вам достаточно сложно будет провязать, если вы вязали точно так же, как я в две нити. Далее изнаночная над изнаночной. Причем изнаночную я вяжу за дальнюю стеночку, для того, чтобы петли не перекручивались. Лицевая за ближайшую стеночку, изнаночная за дальнюю. И так и продолжаю. Лицевая над лицевой вязать, изнаночная над изнаночной. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Мы распределили с вами петли резиночки один на один. Можете подтягивать вот этот хвостик немножечко. А затем, связав, скажем, резиночку, можем его спрятать с изнаночной стороны, чтобы он нам не мешал. Ряд у нас отмечен булавочкой, поэтому нам уже вот этот хвостик не нужен. Мы начали вязать второй ряд резиночки. Так продолжаем вязать каждый последующий ряд, пока не наберем нужную высоту. Я люблю носочки повыше и резиночку пошире, для того, чтобы в дальнейшем при носке, скажем, не растягивался сильно носок и не спадала пятка с ноги. То есть я люблю, чтобы было все повыше максимально, поэтому резиночку я буду вязать около 8 сантиметров высотой или шириной. А затем мы перейдем на лицевую гладь. Связали резиночку и у меня вместилось 26 клеточков. Теперь переходим на лицевую гладь. От лицевой глади нам нужно связать где-то около 3 сантиметров, для того, чтобы потом просто было удобно перейти на пяточку и тем самым закончить высоту нашего носочка. Сейчас я, начиная с первой петли, продолжаю вязать также по спирали, но лицевыми только лишь петлями. Над лицевой петлей лицевую вяжу, над изнаночной тоже лицевую. Лицевую над лицевой я продолжаю вязать за ближайшие стеночки, изнаночные я перевязываю лицевыми за дальние стеночки. Это опять же таки для того, чтобы не перекрещивались у нас петельки и не перекручивались косички. Первую спицу провязали все лицевые петли и дальше так и продолжаем вторую, третью и четвертую спицу вязать только лишь лицевыми петлями. Судя по плотности моей вязания, я свяжу где-то около 10 рядочков. То есть мы сейчас с вами начали вязать первый ряд лицевыми петлями и вот так вот я продолжу еще вязать 9 рядочков. Связали 10 рядочков и теперь смотрите, нам нужно сейчас сформировать начальные петли, платформочку для пяточки. Для тех, кто будет вязать правый носочек на правую ножку, то вот эта булавочка должна у вас находиться с внутренней стороны ноги. То есть сейчас фактически для правого носочка нам нужно будет отсчитывать от начала ряда количество петель равное пяточке. Для тех, кто будет вязать левый носочек, то нужно будет от булавочки отсчитать петли переда, а затем уже провязывать петли пяточки. В чем отличие? Смотрите, когда вы вяжете носочек, при замыкании круг все равно есть вот такой порожек. Вот чтобы этот порожек был с внутренней стороны, вот допустим это правый носочек у меня сейчас. Вот он порожек с внутренней стороны. Я сейчас буду вязать левый носочек, поэтому пяточка у меня должна будет располагаться как бы в зеркальном отображении на вот этих петлях, конечных петлях ряда. Я сейчас начальные петельки переда провяжу, вот эти петли, а петли для пяточки потом буду в конце ряда провязывать. Итак, сначала свяжите вместе со мной один носочек, затем свяжите самостоятельно второй носочек. Я думаю, что здесь труда не составит. Если же не поняли, если же вам проще связать один и тот же носочек, можете повторить просто его два раза. Вот, но я хочу, чтобы вот этот порог был в зеркальном отображении с внутренней стороны ножек, поэтому буду делать вот так, как делала всегда. Итак, сейчас нам нужно поделить общее количество петель пополам, то есть 42 делим пополам, это 21 петля. Нам нужно четное количество петель для пяточки, удобнее просто будет четное количество, поэтому я забираю как бы 22 петли на пяточку, а 20 петель оставляю для переда. Сейчас нам от начала ряда нужно провязать 20 петель. Если же вы вяжете здесь пяточку, то вяжете 22 лицевые петли. Итак, 20 петель. Первая лицевая, далее вторая, третья и так далее. 20 петель я оставила по 10 на 2 спицы, а значит до конца ряда у меня остается 22 петли. Соответственно, я все 22 петли провязываю на одну спицу. Сейчас я с работы уберу одну пятую спицу. То есть мы сейчас поделили вязание на две части перед и одна общая спица петли пяточки. Платформу для пяточки мы забрали большую половину наших общих количеств петель. Если, к примеру, у нас было 40, то можно было бы взять 20 петель на пяточку и 20 петель оставить на перед. Можно было точно так же взять 22 петли, при этом на перед бы у вас осталось 18. Но это, скажем так, не так принципиально. Я обычно беру на пяточку чуть-чуть шире часть, чем оставляю на перед. Тогда пяточка у нас получается более глубже и, соответственно, носок лучше сидит на ножке. Итак, мы сейчас соединили количество петель для пяточки и провязали как бы первый ряд нашей платформы. Вот такой ряд платформы мы будем вязать поворотными рядами, где-то около 4 см высотой. То есть у меня, судя по плотности вязания, это 12 рядочков. Я связала первый ряд. Сейчас я не вяжу по кругу, а просто поворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны я вяжу изнаночными петлями, то есть как изнаночную гладь. Первую петлю кромочную я буду всегда снимать. Далее промежуточные петли между кромочной первой и последней будут у нас по рисунку, то есть с изнаночной стороны. Это изнаночные петли и каждый четный ряд это будут изнаночные петли. А с лицевой стороны это лицевые петли и каждые промежуточные петли нечетного ряда, первого, третьего, пятого и так далее, будут у нас лицевыми петлями. И последнюю петлю вот этих 22 петель я буду провязывать изнаночной, то есть как кромочную, а первую в ряду снимать не провязанной. Вот я сейчас довязываю последние петли второго ряда и поворачиваю на третий ряд, не довязывая ничего до конца. То есть я просто вяжу только лишь вот эти 22 петли. Связав два ряда, продолжаю вязать третий, пятый, седьмой и так далее с лицевой стороны лицевыми петлями. А второй, четвертый, шестой и так далее вяжу изнаночными петлями 12 рядочков. То есть еще 10 рядочков. Первую кромочную снимаю и продолжаю вязать далее. Связали высоту пятки и теперь мы на вот этих петельках, на платформочке уже теперь из 22 петелек, мы должны вывязать петли пятки. Смотрите, общее количество петель 22 делим на 3 максимально равные части. То есть 21 четко делится на 7, то есть 7 раз, далее через 7 петель 7, 2 и через 7 петель в конце 7, 3. Так как у нас остается одна лишняя петля, то мы ее помещаем в центр. То есть получается 7, 8 и 7 петель. Вот это число вам нужно запомнить. Теперь начинаем отчитывать от начальной первой петли, снимаем ее пока и начинаем отчитывать, провязывая далее первую часть, то есть 7 петель. Первая петля сняли, далее вторая лицевая, третья лицевая, четвертая, пятая, шестая, а седьмую петлю, то есть последнюю петлю первой части и первую петлю следующую, следующие части мы меняем дальними стеночками вперед, поворачиваем и провязываем две петли вместе одной лицевой. И у нас получается провязанная 7 петля вместе с первой петлей средней части из 8. Далее получается уже провязана как бы первая петля средней части, далее отсчитываем вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая петля, а восьмую петлю второй части и первую петлю третьей части мы провязываем за дальние стеночки вместе одной лицевой. И что у нас получилось? Смотрите, у нас получается провязаны первые 6 петель, далее убавление сделано, провязаны две вместе одной лицевой, далее снова провязаны центральные 6 петель, вот они между убавлениями, а седьмая петля снова же убавления, то есть вот они, получается, первая и восьмая петля центральной части у нас это убавление. Центральные 6 петель, провязанные лицевыми. Не довязываем третью часть, просто поворачиваем вот так вот на изнаночную сторону вязания. Теперь у нас первая петля. Это убавление. Мы снимаем как бы не провязанной петлей, как кромочную. Далее вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть первая петля у нас была убавление. Далее 6 центральных по рисунку изнаночной глади изнаночные. А восьмую петлю центральную, то есть следующую петлю, провязываем вместе изнаночной со следующей петлей. То есть как бы с первой петлей с краю. Далее снова не довязываем до конца ряда, а поворачиваем на лицевой ряд. Снова первая петля у нас убавление. Мы снимаем не провязанной. Следующие 6 центральных петелек лицевых провязываем. А последнюю петлю убавления, вот она у нас уже отделена хорошо от боковых петелек, провязываем за дальние стеночки вместе с первой боковой петлей одной лицевой. То есть мы сейчас боковые петельки не довязываем до конца ряда, а провязываем поворотными рядами только лишь вот эти 8 петель. Первая и 8 петля это петли убавления. Причем в конце лицевого ряда из 8 вот этих петелек центральных мы провязываем 2 вместе одной лицевой, вместе с первой боковой петлей. С изнаночной стороны мы провязываем вот эту первую петлю убавления, снимаем. Далее 6 изнаночных. И вот эту 8 петлю центральную вместе с боковой петлей первой изнаночной петлей. То есть с изнаночной стороны мы убавления делаем изнаночными петлями, с лицевой стороны лицевыми петлями. И так мы делаем, пока не закончатся петельки с боковых сторон. Если бы у вас, к примеру, было другое количество петель, то, соответственно, вот эта центральная часть, у вас должно оставаться неизменное количество петель. То есть мы поделили 7, 8, 7. Вот 8 петель у нас должно оставаться всегда неизменно. Первая петля убавления и последняя петля убавления. Центральная 6 петель это просто по рисунку. Снова первую снимаем не провязанной. Далее 6 изнаночных, так как я с изнаночной стороны нахожусь сейчас. И последнюю петлю, восьмую, центральную, я провязываю вместе с первой петлей сбоку, изнаночной, одной вместе петлей. Не довязывая до конца боковые петельки, поворачивая на лицевую сторону. Первую снимаю петлю, далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почему 6 лицевых, а не 8? Потому что первая петля убавления и последняя петля убавления. Последнюю петлю, центральной части, восьмую петлю, провязываем вместе с первой лицевой боковой петелькой. Вот так. Вместе также провязываем лицевой и не довязываем до конца. Снова развернули на изнаночную сторону, первую снимаем. Далее 6 изнаночных, так как мы с изнаночной стороны. И восьмую центральную петлю провязываем вместе с первой сбоку петелькой. Поворачиваем на лицевой ряд. Снова первую снимаем. Почему мы первую снимаем? Потому что если бы мы ее провязывали, получался бы здесь рубчик некрасивый. А так получается красивое закругление плавное. Снова первую снимаем. Далее 6 лицевых, которые вяжутся неизменно по рисунку. Они у нас как бы делают закругление. А далее восьмую петельку. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе с первой петлей сбоку. Одной лицевой, так как мы с лицевой стороны. С изнаночной стороны первую снимаем. Далее центральную 6 изнаночных петель и восьмую петлю в центральной части провязываем вместе с первой ближайшей боковой петлей одной изнаночной. И вот так продолжаем, пока у нас не закончатся петельки с боковых сторон. Начальную петлю сняли, конечную провязали вместе с ближайшей петлей по рисунку, который ложится у вас в данный момент. То есть лицевой стороны лицевую, изнаночной стороны восьмую петлю провязываем с первой петлей сбоку, изнаночной. Когда дойдете до убавления последней петельки, то есть с лицевой стороны это восьмая петля и ближайшая боковая вместе лицевой, у вас закончились петельки и с боковой стороны с одной, и с боковой стороны второй. Возможно у вас закончится с вот этой стороны, допустим вы провяжете две вместе, ну к примеру у вас другое количество петель, то соответственно вам нужно будет вернуться и провязать лицевой ряд, то есть лицевые петельки. И чтобы оказаться все-таки вот в левом верхнем углу. Теперь общее количество петелек на пятки у меня делится на две части, то есть четное количество, о котором я говорила, что лучше брать четное количество. Вот, я делю напополам, то есть по 4 петли у меня остается на двух спицах, подтяните, чтобы петельки не спадали у вас. И далее нам нужно восполнить петли, которые мы здесь убавляли. Если мы сейчас восполним по 7 петель, которые убавили, то есть было 7-8-7, то у нас получится вот такая ширина. Мне эта ширина очень большая, то есть где косточка, скажем, щиколотки, то как раз таки здесь должна быть широкая часть, чтобы ножка хорошо проходила в пяточку, садилась. То есть, если у вас будет такая же ширина на мыске, то это слишком широко для детской ножки. То есть для воздания мужской, допустим, мужского носочка, то это было бы нормально. Допустим, женского, у женщины тоже бывает ширина ножки достаточно широкая. Вот у ребенка как бы уз, уже, вот, при том, что это вязаный носочек, и он еще тянется хорошо, то я вам предлагаю восполнить не по 7 петель, как мы делали, здесь вот делили, а по 6 петель. То есть сократить по одной петле с каждой стороны. И тогда количество петель у нас будет 40 и хорошо делится на 4. То есть для убавления мыска нам отлично подойдет число, которое делится на 4. Если так же у вас и останется 42, то ничего страшного. Просто потом будете делать убавление мыска немножечко дольше, чем буду это делать я. И сейчас поворачиваем вот так вот боковой стороной, благодаря тому, что мы снимали первые кромочные петли. Убавление у нас получилось по краям вот такая красивая кромочная косичка. И нам нужно из этой косички набрать 6 петель. Вот она первая петля, затем вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля вот здесь должна набраться в уголке. При этом я захватываю за 2 полупетли косичку и набираю вот первая петля, далее вторая петля, третья, четвертая. Пятая и должна быть шестая петля вот где-то отсюда набранная. Вот так. Для того, чтобы петли не были провязаны с дырочками, то я вам предлагаю перекрещивать петли, когда будете провязывать уже непосредственно полный ряд. Восполнили 6 петель, то есть получилось у нас всего на спице 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. И далее у нас идут 2 спицы, которые у нас верхние шли. То есть вот эта часть, которая противоположная, скажем, от пяточки. То есть вот эту часть мы просто провязываем лицевыми петлями. Для этого вводим в работу снова пятую спицу. И провязываем, хорошо подтягиваем петельки начальные. И провязываем 2 спицы просто лицевыми петлями. То есть последующие 10 петель с одной спицей, 10 петель со второй спицей. Связали верхнюю часть на сточке и дошли до второй стороны пяточки. Тут мы точно так же должны восполнить 6 петель. То есть точно такое же количество петель сделать, как и с другой стороны. То есть 10 петель вместе с петлями половинкой пяточки. То есть первые петли мы набираем вот здесь вот с уголка. Вот он у нас уголочек. Затем вот они у нас пошли, кромочные петли. Мы по ним набираем вот так вот петли. То есть получается первую мы набрали с уголка. И начинаем вот этих петель боковых набирать, чтобы всего получилось 6 петель. У меня уже набрано 3, далее 4, 5 и вот она 6 петля. И далее у нас идет уже петелька от пяточки. Довязываем 7 лицевая, 8, 9 и 10. То есть у нас сейчас получилось 10 на одной спице, 10 петель на второй спице, на третьей и четвертой. И у нас как бы замкнулась пяточка, снова в ровное вязание. И сейчас у нас получается провязана высота носка, пяточка. И мы вышли на вывязывание длины подошвы. Длина подошвы у нас как бы по сантиметрам должна равняться на 2, а то и 2,5 сантиметра короче. Общая длина от пяточки уголка до самого окончания вывязывания мыска, там где мы будем делать убавления, должна равняться на 2,5 сантиметра, где-то меньше, чем длина стопы ребенка. Закрытие мыска у нас будет около 2 сантиметров. То есть нам сейчас вязать нужно длину стопы. Вот эти петли пяточки около 4 сантиметров у нас заняли по ширине. Затем я должна провязать получается 11 сантиметров. Это получается уже 15. И далее 2 сантиметра у меня займет мысочек. То есть всего у меня будет от уголка до закрытия мыска 17 сантиметров. То есть на длину подошвы 19 сантиметров. То есть я убавила 2 сантиметра. Вот. Если хотите, можете сделать короче, соответственно, можете сделать длиннее. Вот это и есть ширина, скажем, нашей подошвочки, то есть самого носочка. Мне этой ширины достаточно. Вот она у нас как раз таки. Если вы хотите, можете оставить вот эту предыдущую ширину перед вывязыванием пяточки. Соответственно, здесь восполнитесь в дополнительных вот этих вот петелек. Не по 6, а по 7 верните. То есть как и было. И тогда у вас будет шире как бы вот эта часть. И, соответственно, можете ее связать длиннее. Если у вас размер ножки, скажем, чуть-чуть больше. Ну, к примеру, там 33 размер, допустим, или там 32. Этой ширины тоже вполне достаточно. И теперь, смотрите, первые 4 петли мы пяточки провязываем, как обычно. Далее, вот эти петли я вам предлагаю вязать за дальние стеночки перекрещенными петлями. И тогда у вас точно наверняка не будет никаких дырочек. То есть вот, смотрите, перекрещенные. И как бы у нас плавно выходят петельки из пяточки. И вот тоже последнюю в уголке здесь петельку провязываем перекрещенной лицевой петлей. Обратите внимание, прям можете прирастянуть вот эту часть уголка. И посмотреть, нет ли здесь у вас дырочки, для того, чтобы потом в дальнейшем у вас просто, там где носочек, вот эта часть перехода пяточки на вот эту вот верхнюю часть, чтобы здесь не было дырок, обязательно проверяйте. Можете петли не перекрещивать, если вы увидите, что у вас дырочек не получается. Вот эти в уголке начальной петельки обязательно подтягивайте 2 петли, а затем продолжайте уже вязать свободно, как вязали до этого. И вот так вот провязываем снова верхнюю часть мы без изменения. Здесь мы ничего не трогаем. А далее доходим до второй стороны пяточки. Там, где у нас снова набранные 6 петель. И плюс 4 петли, вторая часть пяточки. Вот она первая петля, начинаем вязать за дальнюю стеночку. Как бы перекрещиваем. Далее снова вторую перекрещиваем, третью. Хотите, можете опять же таки не перекрещивать. Вот, если вы уверены и видите, что не получается дырочек. Я на взрослых носках, когда вяжу для женщины-мужчины, то я не перекрещиваю, там не получается в принципе дырочек. Но я вам сейчас показала более такой, скажем, аккуратный вариант. Вот, посмотрите, дырочек не получается, при том, что я очень хорошо растянула. Сейчас пальчиком спицу хорошо натянула. Вот, то есть здесь тоже у нас никаких дырочек, ничего. Возможно, вам сейчас покажется, что здесь дырочка, но нет. Я сейчас хорошо просто очень натянула. Вот. И все, продолжаем дальше вязать лицевой гладью. Пока не наберем от пяточки, если у вас такой же размерчик, как у меня носочка, то 11 сантиметров. Вот от этого, как раз начиная ряда, там, где мы начали набор петелек, вот здесь, я провяжу просто ровными петлями лицевой глади 11 сантиметров наши оставшиеся по окружности 40 петель. Когда провяжете буквально немножечко вот длины, можете вот эту часть, скажем, одеть на ножку ребенка. То есть вот эту часть, чтобы наверняка здесь ножка поместилась. Если у вас сильно в растянутом виде, то лучше вернитесь к этому моменту, где мы восполняли вот эти 6 петель. И там вы наберете эти 2 петли, которые мы сократили лишние, и продолжите вязать уже 42 петли, и тем самым у вас немножечко расширится вязание. Все, продолжаем дальше вязать. Просто длину стопы от начала уголочка пяточки я буду провязывать, получается, чтобы было 15 сантиметров. И затем мы начнем закрывать носок. Связала я длину подошвы, у меня получилось 34 ряда после вывязывания вот здесь вот наборочных петелек по краям пяточки. Теперь мы начинаем петли закрытия мыска. Смотрите, сейчас мы находимся в начале ряда, как и прежде. Вот он, начало ряда наш, отмеченный маркером между первой и четвертой спицей. И теперь мы начинаем делать закрытие, чередуя через ряд. То есть, смотрите, первые 2 петли, каждой спице мы будем провязывать за передние стеночки. То есть, как бы делаем наклон в правую сторону. Далее, в средние петельки мы провязываем лицевые, до 2 последних петель на спице. Последние 2 петли мы поворачиваем дальними стеночками вперед, вот таким вот образом. И теперь за дальние стеночки, теперь уже повернутые, мы вяжем вместе 1 лицевой. И теперь вместо 10 петель у нас 2, 4, 6, 8 петель. То есть, мы сократили в начале спицы 1 петлю и в конце спицы 2 петлю. Повторяем. В начале спицы делаем за ближайшие стеночки, провязываем лицевую, делаем убавление. Теперь центральные петли мы провязываем лицевыми, до 2 последних петель на спице. И далее поворачиваем дальними стеночками вперед. И теперь уже за дальние стеночки, повернутые, мы провязываем вместе 1 лицевой. Так сделали на второй спице. Делаем точно так же на третьей спице. 2 вместе провязываем 1 лицевой. Центральные 6 лицевых мы провязываем по рисунку. И далее 2 последние петли мы поворачиваем дальними стеночками. И теперь уже за дальние стеночки, повернутые, мы провязываем вместе 1 лицевой. То есть, мы делаем сначала спицы наклон вправо, в конце спицы наклон влево. И вот довязываем снова 2 вместе 1 лицевой. Далее 6 лицевых. И 2 вместе поворачиваем дальними стеночками вперед. Вот так. И теперь уже за дальние стеночки, образовавшиеся, вяжем вместе 1 лицевой. Довязали до конца ряда и сделали на каждой спице по 2 убавления. В начале и в конце. И снова оказались в начале рядом. Следующий ряд мы просто провяжем все петельки лицевые. То есть, просто без убавления мы провязываем первую, вторую, третью и четвертую спицу лицевыми петлями. Третий ряд мыска это тоже ряд с убавлениями. Поэтому довязав до конца просто лицевыми петельками рядом, мы снова делаем ряд с убавлениями. Сначала за ближайшие стеночки в начале спицы делаем убавления. Затем провязываем центральные петли до 2 последних петель. Последние 2 петли поворачиваем снова дальними стеночками вперед. И теперь уже за дальние стеночки вместе вяжем одной лицевой петлей. То есть, снова делаем наклон вправо, теперь наклон влево. Снова наклон вправо. Хорошо подтягиваем петлю убавления. А затем 2 последние петли на спице поворачиваем и делаем наклон влево. Дальними стеночками вот так вот делаем убавления. И снова в начале спицы в конце спицы, в начале спицы в конце спицы. Провязываем центральные петельки без изменений. Теперь у нас уже 4 центральные. И далее снова делаем убавления. И теперь у нас уже вместо 10 петель 6 на каждой спице. Снова в начале, в конце. Следующий ряд, четвертый ряд моска у нас четный. Как и второй мы его провяжем просто лицевыми петельками. Вот я как раз дошла до конца, делая убавления до конца ряда. Вот он у нас снова маркер. И теперь ряд просто лицевыми петлями. И вот так вот чередуем ряд с убавлениями, ряд с лицевыми петлями, ряд с убавлениями, ряд с лицевыми петлями. Чередуем до тех пор, пока на каждой спице не останется по 2 петли. Когда будете провязывать последний ряд убавления, у вас остается вот 4 петельки. Первые 2 петли вы делаете с наклоном в правую сторону. Далее точно так же разворачиваете дальними стеночками вперед вторую пару. И вяжете за дальнюю стеночку наклон влево. То есть у вас получается, что остается на каждой спице по 2 петельки. Теперь один ряд как бы после чередования убавления идет ряд просто лицевых петелек. Поэтому мы так и сделаем. После ряда последнего убавления у нас остается всего 8 петель, которые мы провязываем лицевыми. То есть первую спицу, вторую, третью и четвертую. Как бы закрепляем наши убавления. И не забывайте хорошо затягивать петельки. Они у нас сейчас, чтобы были не растянутые, скажем, и не было промежуточка между петельками убавления и между спицами. Чтобы не было никаких зазоров. Все. До конца ряда связали 8 петель. И мы оказались снова в начале ряда. Теперь два способа. Первый это крючком собрать все петельки на, скажем так, ниточки рабочие. Можно просто отрезать и собрать на иголочку. То есть я сейчас беру, оставляю хвостик такой вот небольшой. И вдеваю ниточку в иголочку. Это самый простой способ. Поэтому я сейчас использую иглу. И теперь точно так же, как мы вязали по часовой стрелке, начиная между рядами, вот так вот, начинаем нанизывать постепенно попарно петельки. С первой спицы нанизали две петли, убрали спицу, протянули рабочую нить. Снова следующую спицу. Натянули ниточку рабочую. И переодели на иглу. Это вторая пара. Далее снова переодеваем с третьей спицы в третью пару. И с четвертой спицы в четвертую пару. Вот так. Все, теперь смотрите, затягиваем петельки и у нас получается вот такой мысочек. Нам остается лишь только продеть эту иголочку на внутреннюю сторону. И с внутренней стороны, конечно же, его словить, вывернув носочек. Вот он у нас носок. И теперь нам нужно, я всегда рекомендую закреплять ниточку вот таким вот образом. Делим оставшийся кусочек ниточки пополам. Вот. Теперь берем, продеваем сквозь ближайшую петельку одну часть. Сначала хорошо затяните. Можете закрепить двумя воздушными петлями, как это обычно делают. Но я всегда вот так вот закрепляю, так надежнее. Хорошо натянули ниточку и завязали двойной узелочек. Почему именно так? Потому что вот этого узелочка не будет чувствовать ребенок. При этом ниточка хорошо зафиксирована. И я снова вдеваю вот эти краешки ниточки в иголочку, которые прячу вот здесь вот, как у нас собирались петельки. То есть снова вдеваю два краешка, прячу и отрезаю хвостик. Также не забудьте спрятать хвостик, который у нас был у основания резиночки. Вот. Если вы его не спрятали. Все. Снимаем маркер и далее по желанию стираем носочки, приводим их в порядок. Либо же просто одеваем на ножку и носим. Все. Вот так вот я закрепила ниточку, чтобы мне было максимально удобно. При этом смотрите обязательно, чтобы не было никаких здесь дырочек и зазоров. Вот. После этого берем снова ножнички и отрезаем вот эту лишнюю ниточку. Она нам не нужна. Маркер мы снимаем. Маркер тоже нам уже не нужен. И все. Вяжем второй носочек. Хотите, можете в зеркальном отображении его сделать, как я уже говорила, связать пяточку на этой части, а здесь оставить верхнюю часть. Либо такой же точно носочек. Если вам не принципиально вот этот порожек, который все равно получается, при каком бы соединении в круг не было идеально. Вот. Если вы продолжите здесь делать прибавления пошире, то есть не 6 петель, а 7 петель, как было изначально, то, соответственно, у вас будет и ширина здесь продолжаться такой же широкой. Мне она не нужна такая широкая. Поэтому связав вот 17 сантиметров, у меня еще тянется на 19 смело. При том, что ножка ребенка где-то 18 с половиной, 19 см. Вот. Я сделала, скажем так, без запаса. И все. Вот такой вот носочек у нас получился. С обычной ровной пяточкой. Я надеюсь, что у вас все получилось. Вяжем второй и носим. Всем хорошего настроения. Ровных петелек. Не забудьте лайкнуть. Делитесь моим видео с друзьями. Пока-пока.